Добрый день, меня зовут Богдан Заволович, я студент 2 курса Института Лапласа НИЯУМИФИ. Я хотел бы познакомить вас со своим проектом, который связан с анализом МРТ-изображений и их дальнейшим использованием при планировании радиохирургического лечения. Данный проект выполняется в рамках проектной практики Института Лаплас в интересах и на базе Центра гамма-нож Института нейрохирургии Бурденко. Еще в 40-х годах прошлого века развивались идеи онкологических операций, в которых роль скальпеля должны были осуществлять гамма-лучи, испускаемые радиоактивными источниками. В 1948 году шведским нейрохирургом Лекселом была предложена концепция стереотоксической хирургии без скрытия черепа человека. Она была реализована в установках, получивших название гамма-нож и использующих радиоактивные источники Кобаль-60. Лексел вместе с радиобиологом Ларсеном создали первую модель гамма-ножа, а в 1968 году в Стокгольме впервые провели операцию с использованием этой установки. Эта дата знаменует возникновение стереотоксической радиохирургии. Если просто, то это метод лучевой терапии, который заключается в передаче высокой дозы с использованием множества пучков, направленных в одну точку и подразумевающие применение высокоточного излучения. Для реализации лечения нужна жесткая система иммобилизации пациента. В системе гамма-нож жесткую фиксацию головы обеспечивает стереотоксическая рама Лекселом. Она крепится непосредственно к костям черепа при помощи четырех специальных шипов под местной анестезии. Эта рама также является способом задания трехмерной системы координат для определения положения мишени в пространстве. Затем пациенту проводятся МРТ и КТ-исследования с используем локалайзеры, надеваем их на раму. Полученные изображения затем загружаются в планирующую систему. В планирующей системе гамма-ножа создается план облучения, мишень обводится по контуру, который впоследствии передается на пульт управления установкой. Пациент фиксируется на столе и начинается процесс лечения. Как правило, достаточно всего одной процедуры, после чего с пациента снимают стереотоксическую раму и он может идти домой. Магнитно-резонансную томографию и компьютерную томографию проводят для визуализации патологических и критических структур головного мозга. Благодаря высокой контрастности мягких тканей головного мозга, МРТ в сравнении с КТ обеспечивает лучшее контрастное разрешение патологических очагов. Однако МРТ более восприимчива к пространственным искажениям. Геометрические искажения обусловлены в первую очередь неоднородностью статического магнитного поля и нелинейностью градиентных катушек томографа. Однородность магнитного поля МРТ может быть нарушена несовершенной конструкцией магнита, колебаниями источника питания, а также внешними ферромагнитными объектами. КТ в свою очередь обеспечивает более точную геометрическую локализацию, однако с меньшим контрастным разрешением мягких тканей. В первую очередь такие различия обусловлены разными принципами работы этих томографов. Работа МРТ возможна благодаря явлению ядерного магнитного резонанса, когда в свою очередь КТ это рентгеновское исследование. Клинический исход лечения может зависеть от степени искажения, от этого сильно изменяется точность доставляемой дозы. Поэтому оценка пространственных искажений и их устранение – один из важнейших этапов подготовки к лечению. Величина этих искажений может быть определена как расстояние между одними и теми же маркерами на КТ и на МРТ. Поскольку компьютерная томография является менее восприимчивой к появлению искажений, этот вид исследования применяется в качестве талонного с точки зрения геометрии. Для оценки пространственной точности обычно используются фантомы с различными вставками, то есть маркерами. О них речь пойдет далее. На данный момент не существует общедоступных программ для автоматической диагностики качества МРТ. Кроме того, она обычно проводится лишь визуально. Цель этой работы заключается в разработке ПО для оценки пространственной точности сканера. Для определения расхождения между МРТ и КТ-снимками используется цилиндрический МРТ-фантом Электр. МРТ-фантом – это искусственный объект определенной структуры, состоящий из контейнера, который симулирует голову пациента. Внутри фантома находятся тонкие цилиндры, которые на томографических изображениях в аксиальной плоскости изображены в виде белых кругов. Фантом изготовлен из акрилового пластика и по своим размерам не превышает размер головы пациента. Существуют различные внутренние конфигурации, но на начальном этапе работа велась с тонкими стержнями диаметром около 2 мм. Перед началом сканирования фантом заполняется водой, а затем он помещается в специальную стереотоксическую раму. На нее надевается локализационный бокс с контрастными метками, а также специальные адаптеры. Маркеры фантома четко видны как на КТ, так и на МРТ-изображениях. Аксиальные срезы исследований представлены в самом низу. В планирующей системе специалист проводит ручное оконтуривание или по-другому сегментацию. Каждого такого маркера на всех срезах изображений. Обычно это занимает до 6 часов чистой работы, а затем уже полученные контуры выгружаются из системы в формате DICOM. Что такое DICOM? DICOM это особый медицинский тип файлов для хранения, передачи и визуализации данных. Информация об изображениях хранится именно в этом формате. Мета-данные в файлах содержат все необходимые сведения об исследовании, настройках оборудования, а также информацию для отрисовки изображения, такие как размер, количество, толщина срезов и многое другое. После извлечения из DICOM файлов данных о контурах происходит расчет необходимых характеристик, а именно координат, величин отклонений и другое. Так, например, выглядят стержни фантома в системе координат стереотоксической рамы. На самом деле здесь совмещены три исследования. Голубым цветом обозначены стержни на КТ, желтым и розовым стержни на МРТ. Но даже в таком масштабе весьма заметно, что стержни не совпадают друг с другом, а все же несколько отличаются. Наша задача определить и устранить эти смещения при подготовке плана лечения. Начало системы координат находится в верхнем левом углу. Изоцентр соответствует геометрическому центру фантома, а рассчитываемые нами отклонения изображены для удобства сверху в виде желтых стрелок. Чтобы оценить различия между координатами, необходимо рассчитать отклонения между центрами отмеченных маркеров. Однако стоит упомянуть следующий факт. В нашем случае отклонения по координате Z, то есть по высоте, невозможно определить. По фронтальной и сагитальной плоскости нет таких точек, координаты которых можно было бы сравнить. Поэтому сейчас рассматриваются отклонения только в аксиальной плоскости. Расстояние между центрами рассчитывается по школьной формуле, как расстояние между точками, заданных своими координатами. Здесь вы можете заметить вектор. Он как раз таки и показывает, куда и насколько смещается точка на МРТ. Хорошо. Кажется, что задача не такая сложная, но таких маркеров на самом деле 88 штук. Каждый из них смещается на разную величину и в разных направлениях. Вспомним, что лишь одно такое исследование содержит несколько десятков таких срезов. Работы очень много. Тут возникает и человеческий фактор, неточность, ошибки, которые, конечно же, лучше избегать, так как процедура это очень важная. Для примера можно увидеть небольшую часть аксиального среза, самую его середину. Каждый маркер отсегментирован, и эти данные готовы к обработке. Но так как отклонения по величине везде разные, было бы неплохо визуально их выделить. Пользователь указывает значение отклонения в миллиметрах и получает вот такой вот результат. Светло-серым цветом выделяются маркеры, где отклонения превышают заданную пользователям величину. По умолчанию составляет порядка миллиметра. Маркер не подсветился. Что ж, тогда хорошо. Отклонения в этой области в пределах нормы и начинать планировать лечение можно. А что делать с остальными маркерами? Данных о геометрических искажениях по-прежнему не хватает для того, чтобы их учесть. Надо бы разобраться, куда они направлены. Но и такая возможность есть. Да и не на одном лишь срезе, а по всему объему фантома. Здесь нагляднее всего видно, как искажается МРТ-изображение, насколько сильно, в каких направлениях и как меняются отклонения по мере движения вдоль фантома. Заметим, что в районе изоцентра, то есть где координата Z составляет порядка 100 миллиметров, отклонения минимальны, а по мере движения краем фантома отклонения увеличиваются и слегка меняются их направления. То же самое может подтвердить и этот график. Здесь изображена зависимость величины среднего отклонения по срезу в зависимости от расстояния от изоцентра. Напомню, что изоцентр совпадает с геометрическим центром фантома. В зависимости линейной и, как уже сказал раньше, по мере приближения краем фантома отклонения по величине сильно возрастают. Это особенно заметно на самых-самых крайних срезах. Разработанная программа позволяет проводить автоматическую оценку пространственной точности стереотоксических МРТ-изображений. Важным шагом в развитии ПО является полный переход к автоматической сегментации, что позволит значительно сократить длительность теста с 6 часов до примерно 5-10 минут и позволит исключить человеческий фактор – основную причину неточности форм-контура. Предполагается дальнейшее усовершенствование программного обеспечения и разработка нового функционала. В первую очередь для автоматической сегментации и последующего расчета отклонений не только для данной модели фантома, но и для других. Кроме этого, проект победил в конкурсе «Умник» и теперь ведется работа над веб-сервисом, который позволит вести и хранить вычисления в облаке и предоставлять удобный инструмент для центров стереотоксической радиохирургии. Вкратце я рассказал вам о том, чем занимаюсь в рамках проектной практики в Институте Лаплас. Проект выполняется в интересах Центра Гамма-Нож Института Бурденко. Если вы хотите заниматься такими же интересными и актуальными задачами, вести исследования и развиваться в деятельности, приходите в Институт Лаплас.